Игромания.ру представляет Обещено для детей. Напоминает нам, что игры – развлечения взрослые и очень серьёзные. Ну, не будем тянуть, приступим к вскрытию. Аккуратно разрезаем две прозрачные наклейки, затем ещё две с другой стороны и легко снимаем внешнюю картонку. Ещё одна наклейка, после разрезания которой картонные боковины наконец-то расходятся в стороны, так что коробка начинает напоминать сцену средневекового театра. Внутри фигура. Нет, не так. Внутри очень красивая фигура, из-за которой здание получилось таким массивным. Вынимаем вместе с пластиком и освобождаем четыре детали. Длинная древка для флага, фигуру – она довольно крепко прикручена проволочками, рапиру и, наконец, сам флаг – триколор, только с очевидностью французского. Теперь собираем. Флаг на древко, древко в руку, внизу на подставке для него есть удобное углубление, рапиру в другую руку и готово. Ну а чё, вполне революционно. Больше внутри коробки ничего нет. Всё то, что мы привыкли искать в коллекционках помимо статуэток, уместилось в малозаметном поддоне в самом низу. Тянем его на себя за матерчатый язычок, достаем и тоже изучаем. Диск. Помимо него самого в боксе традиционно бессмысленное руководство пользователя, код для Xbox Live и описание дополнительных миссий. Следом за диском достаем артбук. Шикарная теснёная обложка, великолепная полиграфия. В общем, ровно на том уровне, на каком ожидаешь увидеть альбом в подобном издании. Что осталось там на дне? Ага, конверт с двумя открытками. И, наконец, саундтрек игры. Неизменный атрибут едва ли не каждой хорошей коллекционки. Всё, коробка пуста. Конечно, покупать её имеет смысл не ради саундтреков и открыток, и даже не ради альбома, а только чтобы в итоге поставить на стол вот эту роскошную статуэтку. Тяжёлую, качественную, отлично проработанную, высотой, между прочим, 42 сантиметра. Но это, конечно, вместе с флагом. С вами была Игромания. До скорого!